Силу Божьей любви Послание к Ефесинам в 3 главе с 14 стиха. Послание к Ефесинам, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел говорит так. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию, а тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». На страницах Священного Писания мы можем найти молитвы многих людей. Есть молитвы Давида, они записаны в книге Псалмов, есть молитва Моисея, есть молитва такого человека, которого звали Иавис, есть молитва Иисуса Христа. Только что мы с вами прочитали молитву апостола Павла. Он начинает эту молитву с прославления Бога, он заканчивает свою молитву прославлением Бога, а середина этой молитвы затрагивает одну очень важную часть. Он говорит о любви Божией в нас. О любви Божией в нас. И сегодня я хотел с вами говорить о теме сила Божьей любви. И первый вопрос, на который я хочу обратить внимание, это 16-17 стих. Апостол Павел говорит об утверждении в Духе, о том, чтобы Иисус Христос вселился в нас. Библия много раз говорит о человеке, как о доме, как о здании. Библия говорит о том, что мы храм Духа Святого. В Евангелии от Иоанна сказано, что Христос говорит так, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». И здесь Павел говорит о том, чтобы Христу вселиться в сердца наши. И вот то слово, которое он применяет «вселиться», это подразумевает, там такой вот особый перевод, подразумевает переезд на постоянное место жительства. Не кратковременное пребывание, не визит, а именно постоянное место жительства. Возникает вопрос, а Христос во мне, Он гость или хозяин? Он ко мне приехал в сердце, Он живет в моем сердце какой-то ограниченный промежуток времени? Или мы отдали свою жизнь Ему на постоянной основе? А есть люди, которые сдают свою квартиру, вот у них есть несколько квартир, или сдают комнату, и вот сдали одному человеку, сдали другому, кого-то сдали в одних денежных единицах, кому-то в других, что-то отложили, на что-то живут сами, и вот то, что отложили, ну вот как-то вот такой вот запас есть. И вот мы сдаем свою жизнь, мы посвящаем себя Христу на какой-то определенный промежуток времени, ну чтобы в случае чего у нас были вечности, ну вот какой-то запас, ну вот на всякий случай. Или мы посвящаем себя Ему полностью. И если мы посвящаем себя Ему полностью, то внутри нас должен быть Его порядок. Каждый из нас, ну хотя бы раз в жизни, переезжал с одной квартиры в другую, может, с квартиры вообще жить, или наоборот. И первое, что мы делаем, когда переезжаем на новое место, где мы собираемся жить не несколько недель, мы порядок наводим. Мы наводим порядок вот так, как нам удобно, так, как мы видим. Мы прибиваем себе новые крючочки, там, где вот мы привыкли, чтобы у нас было полотенце, а где, чтобы висел ковшик на кухне. Мы наводим свой порядок, мы ставим холодильник там, где нам удобно, мы придумываем какие-то удлинители, чтобы было вот по-нашему. Ничего не изменится, если холодильник будет стоять в одном или в другом углу. Но если внутри меня не будет того порядка, который Бог усматривает, Бог не будет внутри нас находиться. Бог приходит в сердце человека и живет на своих условиях, а не на условиях человека. Тут не будет так, вот тут вот я как хочу, а вот там вот ты, собственно, располагайся. Так не будет. Бог будет жить в нас только на своих условиях. И для того, чтобы мы могли утвердиться в Духе, нужно, чтобы Христос жил в нас. Но что дает верующему человеку, когда Христос живет в его сердце? Девятнадцатый стих. Мы получаем возможность уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову. Ну, немножечко сложная такая формулировка, превосходящее, уразуметь превосходящее разумение. Если превосходящее разумение, то как это уразуметь? Да, то есть вот совмещается, как-то несовместимое. Но, братья и сестры, вспомните, вспомните то время, когда вы не знали Бога как личного спасителя. Когда, ну, вот, ну, не все пришли Богу из верующей семьи, многие знают, что такое этот мир. И слышали о том, что Бог любит. Да, ну вот, да, да, Бог любит. Ну, и хорошо услышал, и услышал. Но в какой-то момент вот то, то словосочетание, что Бог любит, мы как-то начали осознавать и понимать. Как-то это просочилось в наше сердце. Как-то мы это особым образом осознали, любовь Божию. И укорениться мы в этой любви Божией можем только тогда, когда Бог живет внутри нас. Это направление Божьей силы изнаружи, вовнутрь, по направлению каждому человеку. Каждого человека Бог любит. Его любовь направлена к каждому. От нас зависит, примем мы его или нет. Как мы прореагируем на Божию любовь. Откроем ли мы свое сердце навстречу Ему. Если мы открываем, если мы даем Богу жить внутри нас, то мы получаем возможность уразуметь превосходящую разумение любовь Божия. Просто вот так вот по-человечески осознать, уразуметь это, наверное, невозможно. Я недавно узнал об одном таком человеке. Он в Китае живет. В 2006 году он поставил такой рекорд. Знаете, вот есть такое число π в математике. Это соотношение между длиной окружности и радиусом. И вот там для обычных вычислений там достаточны 3,14 сотых. Но вот особенность этого числа, что там вот после запятой у него очень много знаков, там триллионы уже высчитали. И вот этот вот человек, о котором я говорю, он сумел за 24 часа написать, ну вспомнить, вспомнить и записать почти 68 тысяч знаков после запятой. Ну вот так вот. 24 часа подряд он записывал эти знаки. Да, причем в чем особенность, что он ни разу не ошибся. 24 часа 68 тысяч. Чтобы просто представлять себе, вот один листик вот такой вот А4, это приблизительно 1 тысяча знаков. То есть, представляете, сутки этот человек записывал 68 тысяч цифрек вот так по очереди, без единой ошибки. 24 часа. Зачем это? Я не знаю. Для обычного вычисления, повторюсь, вот 3,14 вот вполне достаточно. Ну вот так вот этот человек, вот так он разобрался, вот так его ум устроен, что вот он может вот так вот с математикой, с математическими вот величинами обращаться. Братья и сестры, он проявил вот такое вот усердие для того, чтобы запомнить больше, чем 2 знака после запятой. Иногда человек, когда приходит к Богу, ему достаточно только осознать, что Бог меня любит. И все. Вот больше мне ничего не надо. Я иногда буду ходить в церковь, может даже когда-то Библию читать. Вот этого китайца, его не устроило знать 2 знака после запятой. И точно так же нас в духовной жизни не должно знать, должно успокаивать только то, что мы знаем, да, Бог меня любит. То, о чем говорит апостол Павел, это нечто особенное, понимать вот то, что выше человеческое понимание. Он говорит об особых каких-то измерениях, глубина, ширина. Ну вот то, что связано с Богом, то, что связано с божественной сферой, ну очень сложно передается словами. Но каждый из нас знает, что такое Божия любовь. Каждый человек, без исключения, который пришел к Господу, знает, что такое Божия любовь, проявленная в прощении. Каждый из нас ощутил к себе эту любовь, когда раскаялся перед Богом. Каждый из нас ощущал ее, когда Бог в третий, в четвертый, в двадцать пятый раз прощал то, что мы, где мы снова согрешали, где мы снова уходили от Него, где мы снова удалялись от Него. А Бог продолжал проявлять любовь свою к нам, продолжал прощать к нам. И вот в эти моменты мы ощущали Его любовь. И дальше мы вот так рассуждаем, да, вот Бог меня любит, мы же можем глянуться назад и увидеть, насколько много нам Бог простил. Многие вещи, о которых нам Бог простил, мы знаем только мы и Бог, о многих вещах мы можем рассказать. Но часто человек то, что он согрешил, то, что он сделал, он пытается это как-то спрятать. Ну вот, наверное, у каждого в детстве бывала такая ситуация, когда вот мама новую скатерть положила на стол, и вот сказала, вот осторожно, что вот сейчас гости придут, вот там чтобы ничего. Да, и вот обязательно там какой-то помидор, да, или какое-то варенье. Да, и вот, ну, что делать? Да, ну, кто там по грамотности знает, там солью присыпать, да, ну или еще что-то, да. Да, ну, вот, ребята, ну, наверное, многие оказывались в такой ситуации, что нужно сделать, чашку поставить на это, да. То есть вроде бы и ничего, и не произошло. Да, но иногда бывает, что пятна такие, что их и не прикрыть. Иногда наши грехи в нашей вот новой жизни, когда мы идем за Богом, вот на этой белой полотне вот такое вот небольшое пятно. Но пятна, они обладают такой особенностью, если сразу не предпринять действия, они расплываются, да. Знаете, что такое, ну, кто писал, писал еще перевод и ручка, многие рассказывают, вот тут упала клякса. Если промокашку не прислонишь, оно будет дальше распространяться на соседней страничке. Точно так же в духовной жизни. Наши грехи, они нам кажутся маленькими, незначительными, но тут накрыли, тут прикрыли, ничего. Но наши грехи, на самом деле, это преступления против Бога. И Бог их покрывает. Бог их покрывает полностью, накрывает так, что Он на эти грехи больше не взглянет более. Так Бог обращается с нашими грехами. И вот так мы рассуждаем. И вот в такие вот моменты мы понимаем, насколько много Божия любовь покрыла наших грехов. Насколько много Бог нам просил и открыл. Но потом, наверное, вот каждому из вас задавали такой вопрос. Да, вот когда мы говорим, что Бог прощает любой грех, которым человек кается перед Ним. Но каждому, наверное, задавали вопрос, а вот если бы Гитлер покаялся? Или еще имя какого-то диктатора? А вот если бы он покаялся? Вот человек, на совести которого миллионы человеческих смертей. Да, вот такой вот момент. Но вот с моими грехами понятно. Их Бог, конечно же, покрывает. А вот грехи такого человека простил бы? Конечно, простил бы. Но просто вот уже вот тут наше понимание, оно упирается вот на что-то такое. Божья любовь настолько широка, что и это бы Бог простил. Но вот нам это уже сложно понять. Но глядя на свои грехи, глядя на свой жизненный путь, мы уже знаем, насколько много Бог покрыл. И вот так вот мы осознаем Божью силу, направленную от Него к нам. Почему так? Да потому что Бог любит нас. Бог настолько любит нас, что это не просто слова. Он проявил эту любовь в том, когда Его Сын пришел на эту землю и умер. за наши с вами вот те кляксы, которые мы пытались как-то прикрыть для того, чтобы очистить, и мы могли жить снова. Для того, чтобы мы могли жить, живя уже на этой земле, осознавать, что есть любовь Божия, что широта, долгота, глубина, насколько велика и всеобъемлющая, и покрывающая Божья любовь. Вот так Бог нас любит. Не часто у нас возникает вопрос, а почему Он нас любит? Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, не потому что мы какие-то были замечательные по сравнению с кем мы учились в одном классе или ходили в одну группу в детском садике или работали вместе. Бог любит каждого человека. Бог любит каждого человека как ребенка. В 90-е годы, когда с деньгами было особенно сложно, наши соседи, они купили стенку, ну знаете, такая вот мебель, шкафы, посуду можно, книги, стенка, большой такой мебельный комплект. Очень дорого было тогда, они работали на седьмом километре, долго откладывали, но вот купили себе. И у них было два сына, до сих пор есть два сына, тогда одному было помладше, которому было пять, постарше, которому было шесть лет. И вот купили, все соседи по очереди приходили, они приглашали, вот посмотрите, вот купили, вот молодцы, все дорого, ну вот хорошо, это же надолго, это же надежно, все купили. Но знаете, когда в доме такие дети, нужно все прятать. Вот тут они не усмотрели, они молоток не спрятали и гвозди не спрятали. Знаете, есть такие гвозди, сотка называется, 100 миллиметров, 10 сантиметров. И вы знаете, что гвоздь, новая мебель, стены в доме бетонные, в бетон гвозди плохо забиваются, в новую стенку, как они сказали, лучше забивались. Ну вот так, да, и вот они откладывали, копили тогда дорого, все, ну купили и вот-вот заколотили, на видном месте, там же полировка, знаете, когда в полировку, ну там трещина, все. Они простили, потому что это их дети, это их дети, это те маленькие люди, которые ходят и на них, похожи. Братья и сестры, Бог нас любит, потому что мы созданы по образу и подобию его. И все то доброе, что в нас есть, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Святого, в Котором нет изменений, ни тени, ни перемен. Это мы, в нас есть этот образ Божий. Когда мы грешили, когда мы удалялись, Бог не довидит грех, но Бог любит, любит вот то, что доброе есть в нас. А это доброе есть в каждом человеке, это то доброе, что есть от Него. Мы его дети, как бы много мы не разбили, как бы много мы не наломали, мы всегда можем прийти, попросить прощения, и Он покроет, насколько бы много мы не нагрешили, Он это все может покрыть своей любовью. Вот такова. Любовь Божия. И у каждого есть свои вот эти вот охваты, каждый видит свои грехи, да, мы склонны свои грехи, ну вот как-то преуменьшать, что ли. Но у каждого есть такие грехи, возможно, о которых знаем только мы и наш Бог. И каждый знает, что когда мы покаялись, даже самый большой наш грех, Бог покрыл, Бог простил. И все это мы осознали только тогда, когда мы пустили Бога в наше сердце. И так, прежде всего, сила Божьей любви, это то, что направлено от Господа к нам. И мы можем принять эту силу, когда мы каемся, когда мы меняем свою жизнь и говорим, Господи, я хочу, чтобы во мне был и у меня в жизни был твой порядок. Я хочу, чтобы ты царствовал внутри меня. И вот тогда Божья любовь действует внутри нас. Тогда она укореняется. Но что дальше? Христос живет в нашем сердце. Мы ощущаем Его любовь. А дальше, 19-20 стих, Павел говорит, дабы вам исполниться всею полнотою Божию, всею полнотою Божию. Да, в послании Колоссиным говорится, что вся полнота Божия телесна во Христе Иисусе. И вот в нас может быть вся полнота Божия. А далее, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Что Бог может сделать своей силой? Все. Бог всемогущий. Что Бог может сделать в сердце человеческом? Все. Все, что человек ему может позволить. Бог создал нас такими, что у нас есть свобода воли. И мы можем позволять Богу действовать в нашей жизни, а можем сказать, Господи, ну вот, вот, вот. Нет. Вот так. Бог может сделать все в сердце человека, который посвящает свою жизнь Богу, который посвящает свое сердце ему. А теперь второй, третий вопрос. А что Бог делает сейчас в моей жизни? Что во мне сейчас изменяется? подобное порождает подобное. Из вишневой косточки вырастет вишня. Из Божьей любви, которая укоренена в нас, вырастает наша любовь. Наша любовь. Божья любовь, она настолько особенная, что прежде всего, это то, что направлено к человеку от Создателя. А дальше, когда Создатель уже поселяется внутри нас, это действие, которое направляется изнутри нас. Сила Божья, это то, что направляется, не только к нам направлено, но то, что направляется изнутри нас. И вот, когда я обратил внимание на текст 19 стих, «Дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Вот полнота Божия в нас, это прежде всего Божья любовь, которая проявляется в нас. Бог есть любовь. Мы это прекрасно знаем, мы это прекрасно осознаем. И Божья полнота в нас, это когда мы проявляем любовь по отношению к тем, кто находится к нам. Божья любовь, которая направлена из нас. Мы живем в таком мире, где вот есть силы, которые действуют на нас, есть силы, которые действуют внутри нас. На нас сверху действует гравитация, на нас сверху, снаружи действует ветер, ультрафиолет, и внутри нас есть какие-то силы, которые действуют. Есть силы, которые заставляют сокращаться сердце, у нас есть даже электрические, какие-то силы, нейронные связи. Есть силы снаружи, есть силы внутри. Сила снаружи, направленная к нам, это любовь Божия. Какая сила направлена из меня? Что действует по направлению из меня? Вчера мы с молодежью поехали на море. На нас воздействовал ультрафиолет. Сегодня некоторым из нас видно, какая сила действует внутри нас. Наш организм таким особым цветом лица и не только проявляется. Божье сияние направлено на каждого из нас. Мы верующие люди. Мы те, кто приняли Господа как личного спасителя. Друзья, а вот какая сила действует внутри нас? Что действует сейчас внутри нас? Когда я так рассуждал, у меня возник еще вопрос. А где внутри меня действует эта сила? Где внутри меня сейчас есть место тому, кто стучал в дверь моего сердца? Помните, сесть стою у двери и стучу. Вот где у нас место тому, кому мы когда-то открыли дверь нашего сердца? Где действует эта сила? И вы знаете, когда я так рассуждал, я пришел к выводу, что это там, откуда исходит любовь в нашей жизни. Вот вспомните вот эти особые переживания, когда своих ближних, самых родных, когда у них день рождения, или у них какое-то особое событие в жизни, или у кого-то дитё родилось, или у кого-то внук родился. Вот это особое чувство, или там племянник, вот это особое чувство в сердце, которое происходит, вот это действие Божие изнутри нас. И это действие, оно должно быть направлено не только вот так вот, Бог любит нас широко, Его сияние во все стороны. Человек вот добрый, он старается вот так вот сузить, знаете, вот как в увеличительное стекло, да, и там можно даже огонь развести, да, вот вроде солнце там не так сильно светит, вот небольшое стекло поймал, сконцентрировал, и вот так вот в лучике там греет. И там может даже, можно огонь развести. Вот человек вот он склонен вот так вот свою любовь ориентировать, так вот сводить до одного лучика. А в нас может обитать полнота Божия. И были такие люди, которые любили своих ближних, были, которые проявляли вот то, что испытали к себе со стороны Бога, проявляли к своим ближним. Мы можем быть такими. Братья и сестры, а какая сила действует внутри нас? Когда человек ненавидит, то это видно. Видно тем, кто находится рядом с ним. Когда человек любит, это тоже видно, это тоже в чем-то проявляется. Божья любовь, мы знаем, в чем проявилась по отношению к нам. А вот как в нас вот эта Божья любовь дальше проявляется? Как она действует? И вообще какая сила действует внутри нас? Апостол Павел в послании к римлянам говорит, знаю, что живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать оное, того не нахожу. Иногда у нас действительно бывает особое расположение, свидетельствовать, говорить о Боге, помогать. Но иногда вот это даже не проявляется в каких действиях. Вот в таком вот состоянии мы находимся. Ну потому что внутри нас разные силы действуют. Мы еще живем во плоти, и разные. Мы в таком противоборстве. И наша задача, вот то негативное, что внутри нас есть, смирять силой Божией. Наша задача в том, чтобы внутри нас был Божий порядок. И тогда любовь Божия будет проявляться, будет действовать. Но какая сила сейчас преобладает в моей жизни? Какая сила движет мною? Вот те люди, которые увлекаются автомобилями, интересуются автомобилями, вот знают. Вот там проехал автомобиль, он говорит, а вот этот Жигули, у него двигатель 1.3, а вот этот 1.5, а вот этот Мерседес, у него 6 литров. А вот этот дизель проехал. Вот что под капотом моего сердца? Машины бывают на дизельном, на бензиновом, электрические сейчас двигатели. А вот какая сила сейчас двигает мною? Вот в моей жизни, вот что придает движение? Если Божья любовь, то слава Богу. Иногда мы вот в наших земных сферах вот настолько на мелочи размениваемся, что движет нас, но вот не Божья любовь. Движет нами не Божья любовь. А вот какие-то вот такие вот местные устремления. Я не говорю о том, что не нужно заниматься бытовыми вопросами, но не нужно ставить их во главу угла. Во главе угла должна быть Божья любовь, которая проявляется, которая была проявлена к нам, которая должна проявляться. И от нас. Потому что когда Христос действует в нас, когда Христос живет в нас, то, как сказал апостол Павел, есть сила, действующая силой в нас, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Вот эта сила Божьей любви, которая действует в нас, она может сделать очень много. Но насколько она действует внутри нас? Сейчас можно часто услышать фразу, когда кого-то критикуют, да вот зла на него не хватает, вот так говорят люди. А нам любви хватает? Хватает ли нам любви тем, кто рядом с нами, тем, кто дальше от нас? Хватает ли нам любви? Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы изменить его. И Он его изменил ровно настолько, насколько его люди приняли. Христос точно так же приходит в жизнь каждого человека. И человек изменяется ровно настолько, насколько он позволяет Богу менять его. И каждый из нас изменяется ровно настолько, насколько мы говорим, Господи, вот действуй вот тут, а вот тут уже не надо. С этим я сам как-то разберусь. Бог живет в нас на своих условиях, а не на наших. Бог проявляет любовь к нам, потому что мы его дети. Проявляется ли в нас Божия любовь? Действует ли вот эта особая Божья сила не только на потребление, а вот навне, по отношению к тем, кто находится рядом с нами? Да благословит нас Господь, быть не только потребителями Божьей любви, но и теми, кто ее излучает и передает. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас! Субтитры создавал DimaTorzok